А я вам скажу, с таким стилусом удобно рисовать. Я прям удивлен, это прям одно удовольствие. Поехали! Привет всем, и вы на канале Китай QX. У нас сегодня очередная посылочка из Китая. И как вы поняли из вступления, у нас сегодня стилус-ручка от Xiaomi для планшетов Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G, ну или вот для такой линейки, короче, Redmi Pad Pro. Подставляется в фирменной коробке белого цвета. На упаковке у нас указана модель, основные характеристики и совместимость. Все аккуратно, в стиле и в духе бренда Xiaomi. Ну а пока мы не перешли к обзору, можете подписаться на канал, поставить лайк и поделиться этим видео. Ну, также оформить спонсорство хотя бы на один месяц. Или купить чашечку кофе на BuyMeCoffee. Буду очень благодарен, спасибо. Что у нас по комплектации? Внутри красиво лежит сам стилус, сменный наконечник с PTE пластика, краткая инструкция по подключению, зарядного устройства в комплекте, к сожалению, нету. Мало того, нету даже кабеля. Такая вот скромная комплектация, за не очень, я скажу, маленькую цену. У нас цена 35-37 долларов, бывает даже до 40 долларов доходит. Короче, да, стоит прилично, но комплект такой вот, какой есть. Что у нас по внешнему виду? Корпус выполнен из пластика, поликарбонат плюс АБС, комбинированные материалы, так сказать. Не такой уж и прочный. Как вы видите, после одного падения с метра на ламинат торцом, у нас образовалась трещина. Неприятно. Но при этом стилус работает без проблем. Длина стилуса 157 миллиметров, диаметр 9 миллиметров, где кнопки у нас 9,2 миллиметра. Вес всего лишь 12,7 грамм. Устройство легкое, минималистичное, удобно лежит в руке. Работать с ним прям одно удовольствие. Благодаря эргономической форме, напоминающей обычный карандаш, лежит прям в руке отлично. Также на корпусе у нас есть Type-C разъем для зарядки. Под разъемом у нас находится светодиодный индикатор. Он показывает только при зарядке стилуса. К сожалению, он не показывает, когда стилус разряжен. То есть индикации заряда батареи нет. А еще ниже у нас две кнопки. Одна отвечает за быстрые заметки, то есть написание. Зажали, включаются заметки, что-нибудь быстро набросали и готово. Вторая у нас отвечает за скриншот. Зажали, появляется такой вот прямоугольник и можно сделать скриншот любой области. Также они работают как горячие клавиши для перелистывания страниц в документах или браузере. То есть вверх-вниз можно ими листать. Но, к сожалению, переназначить на другие действия их нельзя. Очень, кстати, плохо. Характеристики устройства. Стилус поддерживает до 4096 уровней силы нажатия. Не знаю, как это проверить, к сожалению, но будем просто верить производителю. Отклик тут всего лишь 5 миллисекунд и минимальное давление для срабатывания всего лишь 10 грамм. Он даже реагирует, когда вы не коснулись до экрана, уже планшет понимает, где должна быть точка. Часто дискретизации стилуса 240 Гц, при этом частота обновления экрана 120 Гц. При таких параметрах работа стилуса просто очень плавная и приятная. Подключение производится через Bluetooth 5.1. Чтобы подключить, естественно, нам надо зайти в настройки Bluetooth, включить Bluetooth. Без этого никак. С верхней кнопки у меня почему-то запустить его не удалось. Зажимаю нижнюю кнопку, появляется в Bluetooth настройках. Тыкаем и все работает. Если не работает, еще надо коснуться самим стилусом до планшета. Тогда должна точно подключиться. К сожалению, совместимость этого стилуса только с версиями планшетов Redmi Pad Pro или версиями 5G Pad Pro. К их другим смартфонам или планшетам других фирм не подключается. Но зато приходит обновление. Вот буквально перед тем, как я должен был озвучить это видео, пришло обновление до 0.1.19. Как вы видите сейчас на видеоряде, у нас 0.1.16. После обновления у нас произошла оптимизация чувствительности и отклика, устранение каких-то там проблем с подключением, я их и так не замечал, и улучшение стабильности работы кнопок. Ну, я лично особо разницы в работе не заметил. Как я и говорил, пишет плавно, реагирует даже на легкие касания. Благодаря алгоритмам отслеживания от Xiaomi, линии получаются аккуратные, ровные, четкие, словно пишете обычной ручкой по бумаге, но более классным скольжением. То есть, очень легенько скользит. Но, кстати, советую покупать сразу перчатку, потому что бывают какие-то касания ладонью и холст двигается вверх-вниз. Не знаю. Там, в принципе, это выключается, типа, чтобы, ну, в программах выключается, чтобы оно не реагировало на руку. Но все равно бывает реагирует, так что перчаточку было бы иметь хорошо. Также в программах у нас можно включить дополнительное сглаживание, выравнивание, и тогда линия будет еще более скорректированная, более плавная, ровная. Ну, тут уже каждый делает на свой вкус, как ему больше нравится. Тут я вот сделал небольшой тест, небольшой такой вот рисунок, картину, если это можно назвать картиной. Что я могу сказать? Я не художник, вообще стилус не для меня. Я отлично показал себя в рисовании, в заметках, очень классно скользит. Реально вот эта вот чувствительность 4000, я не знаю, как она работает, но чуть-чуть касаешься, тоненькая линия, сильнее нажимаешь, толще, 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 если сильно, прям давишь, прям толстенная линия. Вообще, мне нравится, приятно работать. Я претензий тут вообще никаких не могу вынести. Единственная моя претензия, это до корпуса, почему он сразу поломался после первого падения. Про автономность. Аккумулятор тут на 80 мАч, а обеспечивает, как пишет производитель, до 12 часов непрерывной работы. Ну, в реальных условиях я специально засекал 10-11 часов. Ну, короче, на день работы хватает с головой. День поработали, на зарядку тыкнули. Кстати, тут быстрая зарядка. Всего за 5 минут получаете час работы ручки. Полная зарядка с 0 до 100 производится за 40-50 минут. Силус заряжается, как через обычный Type-C, то есть, как и планшет, или через OTG самого планшета. Но не забываем, что вам надо купить кабеля, потому что они и в комплекте не идут. Итоги. Плюсы и минусы. Что я могу отнести к плюсам? Высокая точность и чувствительность благодаря 240 Гц. 4096 уровней нажатий. То есть, линию можно себе рисовать любой толщины. Эргономичный дизайн и вес 12,5 грамм. Прям классная, легкая, лежит в руке офигенно. Быстрое подключение по Bluetooth, быстрая зарядка. Это тоже плюс. До минусов. Не работает с другими планшетами и смартфонами. Нет зарядного устройства в комплекте. Ладно, зарядка. Даже кабеля нет в комплекте. Нет индикаций заряда. То есть, нет какого-то индикатора, который показывал бы, что вот еще осталось 10%. Это было бы тоже удобно. И сам корпус не такой прочный, как про него пишут. Кстати, вот этот наконечник можно отнести к плюсам. Он довольно прочный и долго-долго стирается. И не царапает планшет. В целом, стилусом для Redmi Pad Pro я очень доволен. За время использования, а это около двух месяцев, особо дискомфорта в работе не ощущал. Все очень приятно, классно. Мне нравится. Стоит ли его покупать, если вы хотите просто печатать? Ну, это, наверное, такая себе идея. А вот для рукописного ввода, особенно для рисования, это просто невероятно удобная штука. По сравнению вот с этими дешевыми стилусами за 2 бакса с Алиэкспресс, которые не электронные, это вообще небо и земля. Ощущение намного приятнее от электронного классного качественного стилуса ручки. Ну, а вы были на канале Китай QX. Подписываемся на канал. Не забываем за колокольчик. Не забываем поделиться этим видео. Можете оформить спонсорство хотя бы на месяц. Мне будет приятно. Ну, или купить чашечку кофе на BuyMea Coffee. До новых встреч. Не пропускаем новые видео.